так как и было заявлено сегодня мы сделаем трансляцию с обзором белорусской благосферы точнее конкретно полет политических и социальных блогеров беларуси и посмотрим кого из них можно было посоветовать вам посмотреть естественно я уверен что вы скажете мы уже там всех знаем ну хорошо если знаете и подписаны то это как говорится вам большой плюс но я постоянно убеждаюсь что многие люди не знают например многих блогеров белорусских то есть и некоторые вообще говорят что какие у нас политические блогеры социальные и поэтому делаю такой обзор буду максимально краток стрим надеюсь в полчаса уложимся это максимум поэтому поехали в начале хотелось бы сделать небольшое заявление 27 сентября то есть буквально вот уже завтра 18 часов будет в бобруйске по улице советской 97 огп проводит дискуссию концепция судебной реформы как первый шаг к независимому суду в беларуси если кому-то интересно кто-то живет в бобруйске или хочет приехать то обязательно приезжайте посмотрите послушайте вход свободный насколько я знаю итак а теперь начнем по порядку значит первый канал который я хотел бы отметить это конечно канал эдуарда пальчиса он свежий новосозданный но уже набирает обороты уже вот 218 подписчиков есть буквально кажется за каких-то там две-три недели это нормальный результат я бы сказал конечно кто занимается политикой там следит за политической социальной жизнью в беларуси тот конечно знает кто такой эдуард пальчис это создатель сайта 1863 x у него есть популярный канал в телеграме этот блок а теперь он решил открыть и свой блок на ютюбе к сожалению некоторые стримы по разным причинам он удаляет поэтому тут вот только три есть но знаете что особенно последний стрим обзор белорусских ватников это был просто угар это круто ну посмотрите обязательно короче на пальчиса подписывайтесь вот у него расписание есть когда он стримит сейчас насколько знаю вот он то игры стриме то бывает и на такие серьезные более стримы короче подписывайтесь вот кстати 316 сейчас страницу обновил 316 подписчиков уже так что давайте так следующий у нас списке кто следующими у нас списке будет блок народный репортер родный репортер это как вы знаете петрухин кабанов добреские блогеры которые освещают социальные проблемы собственно бреста одну больше всего вы наверное про них слышали в связи с протестами против этого завода аккумуляторного собственно они одни из главных инициаторов вот этой борьбы то есть они освещали и заседания они подняли этот шум там вокруг него вот известный клип который сделали вот у них выложен жить ну другие экологические инициативы например на чернобыльском шляхе было кабанов выступал там то есть ну ребята молодцы они вообще стараются то есть до этого они боролись обличали коррупцию и нерадивых разных чиновников много чего хорошего делают понимаете да я думаю вам стоит подписаться если вообще не в курсе что к чему еще раньше в тунеядских протестах принимали они активное участие освещали их то есть я всецело поддерживаю этот проект и надеюсь что вы тоже кстати говоря все ссылки на все проекты о которых я говорю есть в описании вот там где видео у меня откройте еще и там будет список всех ссылок на каналы которые я сегодня озвучу если вы не подписаны то подпишитесь на все обязательно вот не пожалеете просто я говорю если хотите знать про политическую социальную жизнь беларуси вот это вот топ вот это что я сегодня вам покажу есть конечно и другие блогеры да об этом мы поговорим так давайте следующий следующее у нас что у нас общество гомель общество гомель это канал артема шапорова гомельского активиста блогера но вы наверное слышали про роторную жатку да он участник роторной жатки но у него вот есть собственный канал кстати довольно успешный тоже так вы видите и по подписчикам и по видео и довольно продуктивный день назад неделю назад ну так вот нет раз несколько дней видео выходит то есть тоже освещение туниятского декрета освещения буквального социальных проблем там до последнее видео про сантехников тех же там до посмотрите обязательно стрим с александром балу тоже думаю будет интересно вам ну то есть подписывайтесь смотрите реально вот тоже ребята помогают людям освещают социальные проблемы острые причем тоже вот со школой там с этой до директрисы школы то есть но то о чем многие боятся сказать они говорят открыто и прямо так что подписывайтесь давайте конечно же как же без гарантии нет это легендарный канал который известен со времен начала туниятских протестов то есть вот кто помнит чего начинались там туниятские протесты 16 год вот это видео известная когда максим филиппович с бумагой которую мы пришла с письмом счастье читает это даже камикадзе показал свое время то есть ну я знаю кто-то хорошо относится к максиму да кто-то плохо но этого как говорится ты не отнимешь никак то есть он занимается освещением реальных социальных проблем то есть не только в интернете как некоторые любят критиковать тогда сидит он ездит реально по местам снимает записывать показывает он коровы дохлая то есть расследование известная с коровами там как людей выселяют до обманывают вот на конок на конопляном поле то есть до конопля открыто растет ничего у кого-то там найдут миллиграмм в кармане порошка какого-то непонятно чего уже сажают там на 10 лет то есть вот он реально пишет жалобы смотрит где как инспектирует разные объекты там то и торговые всякие в общем да и кстати это только основной канал учтите есть еще и стрим-канал есть отдельный канал гарантий нет стрим тут все стримы филипповича выходит если хотите посмотреть что он реально думает то есть как он мыслит то вы подписывайтесь заходите и на стрим каналах вы увидите тоже насколько я знаю он каждый день стрим поехали дальше так василий телогрейки но этого блогера наверно знают все белорусские так сказать автомобилисты ну покажи по крайней мере которая более-менее от композиционно настроены может быть вата упороты и не не знает кто это но нормальные люди знают слышали василий телогрейкин в основном освещает авто тематику про ментов то же самое про мон про нашу карательную систему гаи короче да авто тематика авто тематика смотрите герои нашего времени много всяких видео интересных канал популярный как видите почти 56 тысяч подписчиков думаю да подписывайтесь если вам интересна авто тематика меняемая нормальная смотрите там расскажут что реально происходит у нас на дорогах и как наша милиция на защищает вот канал покиньте вагон который до недавнего времени назывался белорусское поле экспериментов но его переименовали насколько я вижу в основном его ведет конечно занимается там всем дмитрий соборов сейчас насколько знают уже в чехии находится но там не только речь о чехии и о беларуси тор то есть совместно с другими участниками роторные жаткие тут видео снимают рассказ про чехию про иммиграцию то есть сейчас вы знаете наш режим постоянно ужесточается с каждым днем становится все хуже так сказать сегодня хуже чем вчера поэтому вполне вероятно что куда-то придется кому-то там свалить в польшу там не знаю чехию в америку и поэтому посмотреть каналы такие которые рассказывают чё к чему это полезно тем более тут есть и не только про иммиграцию вот про тростинец например как стали напереди у гитлера то есть интересные такие обзоры смотрел про совковые вот совковый патриотизм до смещенной интересные мысли на самом деле человек высказывает поэтому я рекомендую подписывайтесь на канал обязательно посмотрите и это опять-таки для тех кто не знает куда делась белорусское поле экспериментов это вот вот оно теперь так и есть называется покиньте вагон дальше никто но это крупнейший политический блогер вообще беларуси о котором знают ну даже те кто особо не интересуется политикой то есть и ну еще помнит там кто-то со времен когда прославилась его видео известный клип там до кавер версия на песню сплин выхода нет известнейший теперь у них то уже вот почти сто восемьдесят тысяч подписчиков я думаю это много для белорусского политического блогера это очень много он в основном занимается освещением проблем вот в интернете то есть я не видел чтобы по полям он там бегал но он качественный делает монтаж то есть видно что человек или по специальности учится или что-то вот такое то есть материал в отличие от некоторых блогеров там маратов всяких он правильные оппозиционные так сказать это не всякое фуфло поэтому смотрите думаю никто в представлениях не не нуждается его и так все знают но я как бы так сказать до кучи а то знаете забыл никто там не показал наташа богданова по тематике вот она похожа очень на них то тоже она же данута хлыстня ее псевдоним то есть вы смотрели новости до известные эти новости которые кстати качественно сделано там хромакей видно все видеозаставки 3d то есть но видно что профессионализм что на телевидении она работала ведущий то есть видно как говорится талант не пропьешь до никто конечно ушел как-то вперед далеко наташи чего-то мало подписок поэтому вы давайте подкидывайте там тоже 170 тысяч чтобы было как вы ну тут больше ничего сказать девушка делает хорошие новости хорошие видео с юмором да дальше у нас что тут вестник войны но вестника войны я думаю не так как никто все знают но кто интересуется политикой тот точно знает подписывайтесь тоже вестник тоже делает острые социальные политические видео так сказать это сказывает вещи которые были бы очень неудобны нашей власти дефолт обман пенсионеров ложь то есть ну я так вот послушал знаете что ну нормально все блогер вписался за власть но видите есть ник войны все то все собственно знают что блогер вписывается иногда вот этот за власть это как бы не новость поэтому его в нашем рейтинге не будет и не будет он популярный блогер но но не наш здесь только правильные блогеры конечно не все я не знаю всех но основных о ком я слышал так вот блогер denis марук еще один блогер из бреста тоже освещает социальные и политические проблемы вот тему гаи там последние смотрю чиновников брестский бездомный щенок приехал в кобрин до социальные и политические вопросы подписывайтесь на реальный брест смотрите увидите много чего интересного то есть ну как бы чё тут рассказать лучше посмотреть чем рассказывать я как бы делаю просто такой легкий обзор так николай масловский ну конечно как же без николая масловского мы его просто бы не могли никак забыть тем более что этот человек с радостью согласился принять наше приглашение нашего канала он был у нас на стриме и кстати посмотрите там внизу видео у нас спуститесь вниз вы найдете стрим с николаем масловским где мы обсуждаем с ним проблемы айти айти государства нашего так сказать дайте бизнес беларуси легко ли это трудно ли его вести то есть чё как к чему человек очень опытный подкованный в экономике в бизнесе то есть реально разбирается с ним поговорить как говорится ну просто интересно да умный человек с ним просто интересно поговорить войти бизнесе он давно больше чем некоторым из нас может быть даже лет то есть но лет тридцать он наверно там но мне как раз 30 лет а вот тут интересные мысли на самом деле по поводу коррупции по поводу экономики что надо изменить что хорошо что плохо то есть и да что человек опытный он разбирается как там чего чему как управлять ну вам будет интересно просто послушать альтернативы а то у нас любят ватники на говорить что оппозиция не предлагает никаких политических программ никаких там серьезных вещей они только типа все на негативные повестки играют и там бегают на площадях да ничего подобного все есть всего есть вот николая масловского гляньте и будет у вас совсем ваше мнение изменится подписывайтесь давайте так 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 руда бельская показуха да это канал андрея паука известный тоже человек я думаю если вы смотрите свободные сми радио свободу бил сад там другие читаете прессу независимую то вы знаете кто такой андрей паук отличный вот был его так сказать в фейсбуке материал по поводу приговора который был уже написан до суда ну и вообще паук вот реально повезло им жителям этих деревень он помогает отстаивает их права хорошо когда вот есть такой человек но с другой стороны конечно я представляю насколько ему сложно когда один там в селе в каком-то ты борешься за права ему это просто просто жесть человек очень смелый активный так сказать и помогает реально решает реальные проблемы видите канал очень насыщенный очень старый то есть 6 лет по моему нужно существует но подписчиков почему-то только 3600 как бы но я считаю что это несправедливость хотя бы 36000 вот чтобы было так что ребята подпишитесь чтобы следить за деятельностью андрея паука вот он только недавно интервью с анархистом выложил вторая часть 6 часов назад смотрите с анархистом интервью но и интересно все таки посмотрите вот вообще как мыслит анархисты то есть но если вы не знаете что это чего это не это не ошибетесь подписывайтесь еще один такой блогер интересный владимир лоскот охватники его не любит ох как не любит русскомирные наши особенного как у них пердаки пригорают от владимира лоскота от одного только имени его человек ведет как раз блок не очень продуктивно в отличие от остальных очень редко я бы сказал выкладывать видео поэтому у него не так много подписок но интересно и есть о чем задуматься я не знаю кто лоскот историк наверно по профессии но бывает вот интересное видео желтый песочек или как мы безропотно готовы но тут разные мысли такие да обзоры там человек так сказать высказывает свою точку зрения по всяким острым вопросам историческим социальным политическим беларусь народный протест не давайте лукашенко новых кредитов подписывайтесь в общем да на канал владимира и так вот еще что у нас на очереди игорь тышкевич игорь тышкевич то тоже интересный человек мы даже с ним имели возможность немножко пообщаться в дискорде кстати вступайте в нашу группу в дискорде там вы на можете найти и игоря тышкевича и николая масловского и эдуарда пальчиса они там зарегистрированы при желании как говорится если у вас очень большое желание можно и поговорить будет вам если если эти люди согласятся то есть подписывайтесь в любом случае у нас много чего интересного и стримы идут вот выходные будет кое-что интересненькое и у нас тоже да а теперь про игоря тышкевича человек известный да кто украинская тв например смотрит там айси тиви какой-нибудь например он там насколько знаю бывает экспертом частенько выступает то есть это не так он там с улицы что-то пришел человек серьезный который понимает что к чему белорусском овный кстати разговаривает на мове часто не скажу что всегда но часто видео тоже интересные под интересным углом скажем так выпускает я помню было так такое видео очень интересные оригинальные про монеты что-то не не нахожу его так тут сходу ну да ладно потом посмотрите интересное делает видео вам стоит посмотреть и конечно аналитика вот когда были задержания там например на журналистов по делу белта он свои комментарии высказывал то есть ну подписывайтесь на игорь и тышкевич у него тоже как ни странного только полторы тысячи подписчиков его канал не очень-то наверно не очень-то новый но я смотрю два года до как-то мало так что давайте подписывайтесь алекс драйв алекс драйв еще один автоблогер как и василий тело грейкин 17000 у него чуть поменьше тоже автомобильная тематика суды и разборки с гаи с разными там нарушителями в вагонах маршрутки короче да все по авто тематике про дорогу про то как там чего как у нас работает система гаи там и так далее эвакуаторы короче все что хотите это знать посмотрите и много чего найдете подписывайтесь на алекс драйв и так последний блогер которого я бы хотел ответить но это даже не блогер это канал молоди бнф но тоже интересно интересно пердаки у леваков и всяких и вот она в пригорают что белорусы думают вот про одражение ссср там на советская спадшина у беларуси советское наследие реставрация по-белорусски и открытие музея вкл то есть да интересные мысли я вот посмотрел несколько ихных роликов про русский мир вот про это да про как они берут интервью людей спрашивают про русский мир про возрождение совка кто что думает про советское наследие интересно я думаю посмотрите обязательно так что вот такие дела на этом как бы все что хотел сказать что хотел сказать это все блогеры которых я на сегодня вам предложил но если вы знаете каких-то других интересных белорусских социальных и политических блогеров то пишите в комментариях конечно же и указывайте их название так сказать да и ссылки может быть на их каналы поэтому как говорится я написал только то что сделал так посмотрим сейчас чат а то его даже не видел так вот несущий слово марат неопределенный товарищ да я об этом уже сказал бендер вегас привет всем привет бендер вегас я вестника штудирую сейчас я навестников в ссылку привел привет всем привет и тебе привет бендер и коту привет тебе тоже лесок листок тебе 30 я думала 4 ну да видишь несущие слова не всегда ожидания сходятся с реальностью так вот веществах дерева скинь потом их все ссылки под видео на этих блогеров на кого не знаю подпишусь так я уже сказал ребята вы не сначала на смотрите нажимаете еще и там открывается значит описание видео там все наши группы дискорды перископы там одноклассники телеграм и все и ссылки на всех блогеров они уже указаны народ они уже указаны а балконного чего не обозреваешь он не еще тот русофобж подожди я же уже обозрел все ты бендер тоже наверное где-то там если ты имеешь ввиду филипповича то я сделал обзор на канал гарантии нет и даже гарантии нет стримы ты что-то не туда смотришь так и несущие слова русофобы те русофобы это ватники наших они русофобы потому что за путина путин же главный русофоб он же и поддерживает там все эти русофобские движухи кто хуже всего сделал для русского народа путин лоскота называл блин но ребят но вы чем смотрите извините пожалуйста за такую грубость может быть но все уже показано пересмотрите пожалуйста еще раз видео прежде чем задавать вопросы ладно хорошо ребят извините тут такие дела тороплюсь стрим изначально я планировал короткий вот в 20 минут как раз уложились в общем я думаю что такой формат еще будет не раз повторяться так что всем спасибо за внимание увидимся до делитесь ссылкой если хотите кому-то еще посоветовать это видео с блогерами да кто не знает может быть чего и ссылки на блогеров здесь в описании в 10 раз повторяю а то некоторые не поняли в общем все до свидания всем спасибо